Здравствуйте! Меня зовут Исхаков Алмаз Раилевич. Я представляю Башкирский государственный педагогический университет имени Мехтахатина Акмулой. Область моих научных интересов связана с искусственным интеллектом и интеллектуальными технологиями. Тема сегодняшнего обзора будет связана с научными достижениями в этих областях исследований. Я вам расскажу про передовые системы технологии, которые перевернут нашу жизнь в ближайшие 10-15 лет. Вы узнаете, какие направления исследований были первоначальными в искусственном интеллекте. Своими глазами увидите, как создаются программы на языках лист и пролог. Возможно, вы удивитесь тому, что существуют интеллектуальные системы, которые используют логику, называемую нечеткой. Мы также сделаем первые шаги в теории распознавания образов и машинного обучения. Узнаем внутреннее строение и принципы вычислений нейронных сетей. Вы сможете воочию наблюдать, как работает эволюция вычислительных систем. Наконец, мы узнаем, что такое квантовый компьютер, как проводятся квантовые вычисления и возможен ли квантовый интеллект. Итак, начинаем альманах в области технологии искусственного интеллекта. В 50-е годы прошлого века, к моменту появления термина «искусственный интеллект» был накоплен достаточный багаж знаний, проблем и задач, которые не решались стандартными научными методами. Однако уже в то время для решения этих проблем и задач использовались методологии существующих научных дисциплин. Поэтому верно будет сказать, что искусственный интеллект – это научное направление, появившееся в ходе интеграции кибернетики, математики, информатики, психологии, физиологии и биологии. Оно призвано решать сложные задачи и проблемы на стыке перечисленных наук. К моменту признания искусственного интеллекта как интегративной дисциплины были выделены инженерия знаний, языки программирования систем искусственного интеллекта, распознавание изображений и речи, анализ текста на естественном языке и робототехника. Инженерия знаний является точкой соприкосновения когнитивной психологии с информатикой. Она изучает проблемы извлечения и структурирования знаний экспертов. Конечной целью является представление знаний эксперта в виде информационных моделей. К числу таких моделей можно отнести формально-логические модели знаний, сетевые модели, продукционные модели и фреймовые модели знаний. Все они являются инструментами описания знаний, и этот список достаточно большой. Формально-логическая модель знаний в простейшем случае – это набор логически взаимосвязанных фактов о решаемой задачи. Используя классические методы логического вывода, можно получать новые знания на основании первоначального. Сетевые модели знаний представляют целый класс информационных моделей. Наиболее известными среди них являются семантические сети, которые имеют структуру графа. Задачи на семантических сетях решаются путем поиска маршрутов и подграфов на этих сетях. К числу таких методов можно отнести методы поиска в глубину и ширину, двунаправленный поиск, жадный алгоритм и другие. Фреймовые модели знаний более близки к объектно-ориентированному представлению задачи и представляют дальнейшее развитие идеи сетевых моделей. На фреймовых моделях задачи можно решать с применением логического вывода и поиска. Продукционные модели знаний возникли от продукционных систем поста и близки к естественному представлению правил логического вывода. Перечисленные модели знаний редко используются в чистом виде. Обычно из них создают комбинированные инструменты представления знаний. Все модели знаний находят использование в базах знаний экспертных систем. Экспертные системы стали символом передовых интеллектуальных систем прошлого века. Выделяют экспертные системы первого и второго поколений. Экспертные системы второго поколения, в отличие от предыдущего, умеют объяснять полученные результаты и создавать новые знания. Экспертные системы нашли свое применение в банковской сфере, в образовании, в военном деле, в промышленности, в медицине, в логистике. И этот список достаточно внушительный. Язык функционального программирования Common Leads был разработан Джоном Маккарти в Массачусетском технологическом институте в начале 80-х годов. Чуть позже появилось много диалектов этого языка. В настоящее время Common Leads считается классическим языком и золотым стандартом среди функциональных языков искусственного интеллекта. Язык Leads оперирует S-выражениями, которые могут представлять как данные, так и программы. Он имеет префиксный синтаксис записи S-выражений. Проводимые операции всегда записываются впереди аргументов. Например, арифметическое выражение 1 плюс 2 плюс 3 запишется следующим образом. Можно создавать вложенное S-выражение для более сложных алгебраических выражений. Например, запишем алгебраическое выражение с применением элементарных функций. Common Leads не является чистым языком Лиспа, а представляет один из его диалектов, поэтому в нем имеется возможность использовать конструкции, управляющие ходом выполнения программы. Например, запишем выражение, которое является неполным бетлинием. Оно сохраняет введенное число из клавиатуры в переменной и выводит это значение на монитор при выполнении некоторого условия. В то же время язык Лисп содержит избыточные формы записи управляющих конструкций. Используя подобный альтернативный вариант, можно предыдущий пример записать так. Отдельные S-выражения можно объединять в блоки и создавать более сложные программы. Кроме конструкции выбора имеются еще и циклы. Например, задачу суммирования чисел и списка можно записать в следующей форме с использованием параметрического цикла The Times. Также имеется упрощенная циклическая конструкция The List, применением которого можно было бы решить задачу суммирования намного проще. На языке Лисп под программой существует только форме функций. Например, функция суммирования двух чисел имеет вид. Вызов этой функции осуществляется следующим образом. Можно создавать функции как в процедурной форме, так и в рекурсивной. Например, в процедурной форме программа суммирования чисел списка запишется так. Эта же программа в рекурсивной форме имеет вид. Запустим рекурсивную форму данной под программой. Возможности языка можно увидеть только при решении задач искусственного интеллекта. Посмотрим, как будет выглядеть программа, которая позволяет решить логическую задачу аспортсменам. Как мы видим, полученный результат является правильным. Ранее данная задача представлялась в виде формально-логической модели. Язык Лисп имеет встроенные возможности по программированию семантических сетей в виде троек в символ свойства значений. Объектная ориентированность языка позволяет легко создавать фреймовые модели. Продукционные модели знаний создаются с использованием конструкции ветвления и выбора. Таким образом, язык функционального программирования Лисп обладает высоким потенциалом по решению задач искусственного интеллекта. Язык программирования Пролог тоже является ярким представителем языков искусственного интеллекта. В отличие от языка Лисп, Пролог относится к классу логических языков и не требует четкого описания алгоритма решения задачи. Для решения задач Пролог использует механизм унификации с рекурсивными возвратами и основывается на принципе резолюции Робинсона. Программа языка Пролог состоит из доменов, каждый из которых имеет четкое предназначение. При решении задач мы будем использовать указанные домены в заданном порядке. Домен-домейн предназначен для создания новых пользовательских типов данных. Стандартных типов данных на языке Пролог не так много, как у процедурных языков. Существуют символьные, строчные, целочисленные, вещественные и другие типы данных. Допустим, нужно описать данные о языках программирования и программиста. Тогда нужно будет заполнить раздел Домейнс следующим образом. Следующим обязательным доменом является Предикат, в котором описываются отношения между объектами предметной области, называемые предикатами. В просматриваемой предметной области введем отношения знаки между языками программирования и программистами следующим образом. В разделе Клаузер необходимо описать отношения между исходными данными с помощью определенных ранее предикатов и правила их изменения. В нашей задаче, допустим, данные связаны отношением к НАУ следующим образом в форме фактов. Итак, в предметной области у нас имеются программисты Иван и Елена. Они знают такие языки программирования, как Pascal, Lisp и C++. При этом Иван знает язык программирования Pascal и Lisp. Елена знает язык программирования Lisp и, в отличие от Ивана, знает еще язык программирования C++. Программа обычно завершается разделом Goal с поставленной целью. Цель должна быть унифицирована с имеющимися в разделе Клаузер с фактами. В нашем случае мы подставим цель now, Ivan, x. Все те идентификаторы, которые начинаются со строчных букв, являются данными. Если же идентификатор начинается с большой или прописной буквы, это означает, используются переменные. Переменные, как и в любых других языках программирования, могут быть означены или связаны с другими переменными. Данная цель интерпретируется как вопрос «Какой язык X знает Иван?» или «Иван знает язык программирования X» в вопросительной форме. В ходе перебора фактов система пытается унифицировать цель с текущим фактом. Если это удается сделать, то переменная X получает в качестве значения название языка программирования, которое выводится на монитор, и увеличивается внутренний счетчик решений задачи. После рассмотрения всех допустимых потенциальных решений, на мониторе можно увидеть все допустимые значения переменной X и общее число найденных решений цели. Для запуска программы нужно будет нажать на кнопку «Ж» с сообщением «Test Go». При попытке запуска данной программы возникнет ошибка. Эта ошибка означает, что мы используем недетерминированный или многовариантный предикат «No», но не определили его как недетерминированный. Поэтому в разделе «Predicates» мы добавляем кружепное слово «Non-Determine» и повторно пытаемся запустить программу нажатием на кнопку «Ж». Таким образом, в результате запуска система нашла два решения. Первое решение – это «Паскаль», второе решение – это «Язык программирования лиц». и выводится количество найденных решений данной задачи. Цели могут быть сложными. Например, задача отыскания языков программирования, которые одновременно знают Иван и Елена, выглядит так. Итак, для сложной цели система нашла только одно решение. Пролог позволяет прописывать законы логического вывода в виде правил. Если известно, что программист знает язык программирования C++, то можно утверждать с достоверностью, что он знает язык программирования C, ибо C++ является его объектно-ориентированным расширением. Поэтому верным будет сформулировать правило, если программист X знает язык C++, то программист X знает язык C. На языке правов данное правило можно записать в виде конструкции, которая представляет причинно-следственную связь между двумя фактами. Правило записано возле группы фактов «Нов». И сформулируем другую цель, которая означает, кто знает язык C. При запуске данной программы система найдет решение с использованием данных. Как мы видим, решением является Елена. И это единственное решение. Ясно, что пролог очень близок к естественному языку, терминам исчисления предиката. На этом возможности данного языка не заканчиваются, и этот список можно было бы еще долго продолжать. Возвращаясь к искусственному интеллекту, можно твердо сказать, что пролог позволяет создавать программы, применяющие формально-логические модели знаний, семантические сети и продукционные правила. Пролог является объектно-ориентированным языком, поэтому обладает высоким потенциалом разработки сложных фреймовых моделей знаний. Кроме всего сказанного, нужно отметить, что язык пролог изначально был ориентирован и применен для разработки различных экспертных систем. Для более подробного изучения языка программирования и разработанных экспертных систем обратитесь к учебникам и соответствующей литературе. Классическая теория множеств стала ярким представителем бинарного формализма, используемого при решении задач в различных предметных областях. Основным ее недостатком является двухпозиционность оценки вхождения элемента в некоторое множество. Лотфи Задех описал теорию, согласно которой эта оценка дискретизируется на бесконечные множества значений, ограничиваясь отрезком от нуля до единицы. Тем самым возникла теория нечетких множеств, которая стала обобщением классического теоретико-множественного подхода. Основным объектом этой теории является нечеткое множество, а также нечеткое бинарное отношение. Нечеткое множество является математической моделью высказываний типа «Скорость автомобиля высокая», «Горячий чай», «Низкое давление атмосферы» и тому подобное, которые называются нечеткими высказываниями. Нечеткие бинарные отношения представляют математические модели причинно-следственных связей между подобными нечеткими высказываниями, которые называются нечеткими правилами. Совокупность нечетких правил образует нечеткую продукционную модель знаний, а интеллектуальная система, использующая такую модель, нечеткой системой. Наиболее известными нечеткими системами являются системы Мамдани, Сугена-Токаги, Ларсена и Цукамота. Каждая нечеткая система использует свой нечеткий алгоритм. Рассмотрим пример создания нечеткой системы Мамдани в среде МатЛАП. Допустим, что в смеситель присоединены две трубы, по одной из которых подается горячая вода, а по другой – холодная. На выходе смесителя расположен датчик температуры. На линии горячей воды расположен моторизованный регулятор. Разработаем нечеткую систему, которая по сигналу датчика управляет вращением механического регулятора. На первом шаге необходимо описать нечеткую продукционную модель, каждое правило которой устанавливает связь между температурой воды на выходе у смесителя с углом поворота ручки регулятора. В качестве примера выберем такую модель знаний. Запускаем среду MATLAB и в его командной строке вводим команду FALSI. Запускается среда разработки нечетких систем FALSI-эдитор. Каждое правило состоит из условия и заключения в виде нечетких высказываний. Каждое нечеткое высказывание описывается нечетким множеством, график которого можно отредактировать перемещениями указателя мыши. Согласно выбранной нечеткой модели знаний, нечеткие высказывания условных частей правил имеют вид. Аналогично редактируются графики нечетких множеств заключений нечетких правил. На следующем шаге нечеткие высказывания условий и заключений связываются в виде нечетких продукционных правил строго в соответствии с выбранной моделью знаний. В окне просмотрчика «Зависимости» вы видите график нечеткого логического вывода. В окне просмотрчика правил вы видите интерактивную систему нечеткого алгоритма Мамдани. Любая непрерывная функция имеет график и описывает аналитически причинно-следственную связь или зависимость между аргументом и значением функций. В случае с нечеткими системами такая зависимость описывается совокупностью нечетких продукционных правил, а ее форма зависит от выбора нечеткого алгоритма. Нечеткие системы разрабатываются для различных областей. На рисунке представлена нечеткая система Мамдани для задачи снижения уровнем воды в промышленном бойлере. Таким образом, нечеткие системы представляют современные системы искусственного интеллекта, привлекающие для решения задач лингвистическую неопределенность в оценках суждений. На рынке существует большое количество программных продуктов. Сами же нечеткие системы находят широкое применение в различных сферах нашей жизнедеятельности. Теория нейронных сетей стала еще одним фундаментальным направлением в области искусственного интеллекта. Появившись в середине прошлого века, эта теория до сих пор находится в процессе своего развития. Последние научные достижения в этой области позволили создать новые поколения нейронных сетей – сети глубокого обучения, которые обладают высоким потенциалом по решению сложных задач. Биологическая нервная клетка в простом понимании представляет собой несложную вычислительную систему. Условно в ней можно выделить такие части, как ядро, аксон, дендриты и синапсы. Синапсы являются соединительными элементами аксона предыдущей нервной клетки с дендритами текущей клетки. Электрические импульсы от предыдущей клетки проходят по ее аксону и распространяются по дендритам соседней клетки, преодолевая синаптический барьер. Синапс обладает возможностью тормозить или возбуждать импульсы. На этом рисунке представлен формальный нейрон, являющийся моделью нервной клетки. Она сохраняет описанную вычислительную процедуру. Совокупность формальных нейронов определенной архитектурой образует нейронную сеть, которая обладает огромными возможностями решения сложных нелинейных задач. Рассмотрим пример разработки нейросетевой модели функции y от x равно x умноженное синус от x в квадрате. Для этого в среде MATLAB создаем вектор x на отрезке от 0 до 2 с шагом 0,1. Вычислен в заданных точках значение выбранной функции и построим ее график. Запускаем приложение NN Tool и загружаем в него начальные данные x и y. Далее создаем двухслойную нейронную сеть. Архитектура нейронной сети и параметры обучения представлены на следующем рисунке. Обучаем нейронную сеть с выбранными параметрами. Далее экспортируем ее обратно в среду MATLAB. После вычисления значений моделируемой функции визуализируем ее совместно с исходными значениями функции в виде кривой. Ясно, что разработанная нейросетевая модель не является точной. Усложнение архитектуры нейронной сети может улучшить модель. Поэтому разработаем трехслойную нейронную сеть с большими возможностями. На рисунке представлена кривая трехслойной нейронной сети. Ясно, что нейросетевая модель лучше приближена к начальной кривой. Нейронные сети могут решать очень сложные прикладные задачи. Например, на рисунке представлена 3D-модель платформы Стюарта, которая может управляться как простым ПИД-контроллером, так и более точным и адаптивным нейросетевым контроллером. Такие платформы обычно применяются в виртуальных тренажерах сложной техники. Таким образом, теории нейронных сетей и нейросетевые технологии стали золотым стандартом среди технологий искусственного интеллекта и находят очень широкое применение при решении актуальных и современных задач. Теория распознавания образов возник в недрах технической кибернетики как один из его разделов. Основными объектами теории распознавания образов являются образы, представляющие собой векторы признаков. Например, задача распознавания лица система машинного зрения измеряет по его изображению заданные наперед характеристики. Эти характеристики, формируя вектор признаков, образуют образ в пространстве признаков. Уникальность характеристик человеческого лица гарантирует различие в образах. Образы по ряду своих признаков могут объединяться в классы. В простейшем случае получаем два класса, образы которых четко отделены друг от друга прямой линией. Использование большего числа признаков увеличивает размерность решаемой задачи, а пространство признаков превращается в гиперпространство. Однако классы могут иметь общие образы, формируя тем самым кластеры. В таком случае задача классификации сводится к задаче кластеризации образов. Целью теории распознавания образов является разработка эффективных методов классификации и кластеризации. Дальнейшим развитием теории распознавания образов стала теория машинного обучения. Машинное обучение позволяет решать очень сложные задачи распознавания различных прикладных областях. Однако теория машинного обучения не имеет такую строгую методологию, как теорию распознавания образов, представляя менее систематизированную совокупность отдельных подходов и методов. В качестве примеров рассмотрим некоторые из наиболее известных методов машинного обучения. Наиболее известным статистическим методом машинного обучения является линейная регрессия. На рисунке изображены выборочно отобранные синие кружки, каждый из которых имеет две координаты или два признака. Задача линейной регрессии заключается в проведении такой прямой линии, кратчайшие расстояния от выборочных точек, до которой одновременно были бы минимальными. Метод К ближайших соседей берет свое начало еще с теорией распознавания образов. Целью метода является группировка близко расположенных друг другу образов и нахождение эталона группой или ее центра, которая вычисляется на образах, входящих в данную группу. На рисунке звездочки это эталоны. Группа с синим эталоном содержит ошибку группировки, а группы с зелеными центрами ошибочно сгруппировали по одному синему образу. Метод Деревьев решения тоже относятся к методологии теории распознавания образов. Суть метода заключается в определении правил, которые позволяют проводить границы между классами, содержащими образы разных групп. На рисунке вы видите синюю и красную область. Черные линии это границы, которые определены деревом решений ниже справа. Теория машинного обучения имеет методы для решения задач кластеризации. На рисунке изображены разноцветными кругами образы разных групп. По их взаимному расположению можно понять, что речь идет о кластеризации. Метод К-средних заключается также в вычислении некоторого эталона, центроида для группы, которые выделены желтыми окружностями. В отличие от метода К-ближайших соседей, в этом методе количество кластеров изначально задается конкретным числом. В ходе обучения все образы пространства распределяются по выбранным кластерам. Разнообразие методов машинного обучения достаточно большое, чтобы решать сложные прикладные задачи. Известны также такие методы, как логистическая регрессия, метод опорных векторов, случайный лес, метод главных компонентов и другие. Теория машинного обучения находятся на стадии интенсивного развития. Физика квантовой информации и квантовых вычислений – новая, стремительно развивающаяся область науки, возникшая на стыке квантовой механики современной математической физики и информатики. Современные компьютеры все еще не способны решать ряд важных задач. К таким задачам можно отнести криптоанализ некоторых алгоритмов шифрования, моделирования квантовых механических систем и другие. Хотя классические компьютеры становятся все мощнее, имеются физические ограничения на рост их производительности. Еще в 1981 году Ричард Фейнман задавался вопросами, может ли универсальный классический компьютер точно промоделировать квантовые механические системы или процессы. Как показывает опыт ограничений классических компьютерных технологий, они вписываются в закон Мура. Согласно тезису Черча Тьюринга, алгоритмический процесс это вычисление, которое можно провести на машине Тьюринга. Так как квантовые механические системы очень трудно моделировать на классических компьютерах, единственным кандидатом для этих задач остается квантовый компьютер. Поэтому был сформулирован тезис Черча Тьюринга Дойче. Любой физический процесс может быть эффективно смоделирован на квантовом компьютере. Квантовый компьютер это вычислительный прибор, который основан на использовании для вычисления таких квантово-механических явлений, как суперпозиция и запутывание состояний для преобразования входных данных в выходные. Если в классических компьютерах данные хранятся в битах, то в квантовом компьютере единицей хранения информации является кубит. Основополагающий принцип квантовых вычислений состоит в использовании квантово-механических объектов для представления данных и их обработки. В простейшем случае схема квантовых вычислений состоит из следующих трех шагов. Шаг номер один. Подготовка n-кубитного данного к вводу. Шаг номер два. В введенным данным применяются одно- и двухкубитные вентили. И шаг номер три. Считывание частичной информации о состоянии кубитов путем измерения. Классическим логическим вентелям можно отнести логические операции и-или, исключающие или-и-не. В отличие от них квантовые вентили описывают динамику замкнутой квантовой системы. Если отрезать, что технически приближенно, даже очень сложно реализовать каналы взаимодействия элементарных частиц с внешним миром, получается замкнутая квантовая система. Возможности квантовых компьютеров огромны. Рассмотрим маленький пример. Современная криптосистема RSA основана на разложении целого числа на множители. В таких системах используются случайные целые числа, количество цифр, в записи которого обычно больше 400. На современных компьютерах потребуется около 10 в девятой степени лет для разложения такого числа на множители. Квантовый же компьютер, равный по скорости счета современным компьютерам, справится с этой задачей за секунды. В этом и заключается один из известных квантовых алгоритмов алгоритм Шора. IBM Q System One первый в мире 20-ти кубитный коммерческий квантовый компьютер, представленный IBM в январе 2019 года. Впервые система была протестирована летом в 2018 году в течение двух недель в Милане. Для более четкого понимания, как работать с квантовым компьютером IBM Q System One рассмотрим ряд изображений. На первом изображении вы видите первую страницу сервиса доступа к компьютеру IBM. Нажав на кнопку «Войти в систему», оказываемся в окне ввода пароля и логина. Далее подтверждаем лицензионное соглашение и оказываемся на странице сервиса. В данном случае мы получили доступ к 5-кубитному квантовому компьютеру IBM Q 5 Тонерифа. В верхней части окна справа вы видите технические характеристики 5-ти кубитов. В нижней части окна можно увидеть простой редактор программы с горизонтальными линиями. В правой части редактора расположены разноцветные квантовые вентили. На этом изображении мы видим квантовый алгоритм, который использует 3-кубита из 5-ти доступно. После нажатия на кнопки «Запуск» или «Симуляция» появляется окно полученных результатов или формирования заявки нового квантового вычисления. На этом изображении видно, что система находится с большей вероятностью во втором состоянии, хотя первое состояние тоже допустимо, но маловероятно. Как мы видим, создать квантовый алгоритм, запрограммировать квантовый компьютер и получить результат не так уж и сложно. Итак, вернемся к обсуждению перспектив квантовых технологий с точки зрения искусственного интеллекта. Допустим, спустя 5-7 лет появился наконец-то квантовый компьютер, который смог заменить классические компьютеры. Итак, состоялась квантовая революция. Что изменится в таком случае? В образовании искусственный интеллект будет частично или полностью заменять учителей и преподавателей. Наука возможно будет вестись интеллектуальными системами и искусственным интеллектом. Скорее всего человек будет пытаться понимать научные достижения квантового разума. В медицине наконец-то будет совершен качественный рывок в круглосуточном контроле здоровья человека и своевременном оказании медицинской помощи. Фармацевтика уйдет вперед за счет поиска новых медицинских препаратов и лекарств самим искусственным интеллектом. Промышленность и производство полностью автоматизируется и роботизируется за счет управления робототехническими и мехатронными системами искусственным интеллектом. Обороноспособность и военная промышленность сделает качественный скачок в области автоматизации и интеллектуализации вооружения. Космическая отрасль тоже не останется в стороне. Возможно именно искусственный интеллект поможет человечеству совершать межзвездные путешествия. Что точно ожидается то свободное перемещение по солнечной системе и расселение человечества по ее планетам. Таким образом создание искусственного интеллекта является началом нового витка развития человечества и Home Sapiens в целом. Единственное что нужно помнить человечеству это то что бесконтрольное развитие искусственного интеллекта может стать ящиком Пандоры для всего человечества.